МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лишь две фирмы смогли создать самолеты вертикального взлета и посадки. Один из них был построен в конструкторском бюро Александра Яковлева. Очередной фильм оружия о боевых самолетах Як-36 и Як-38, послуживших основой для создания советского авианесущего флота. В конце 50-х годов с появлением совершенных средств доставки ядерных боеприпасов остров стал вопрос о сохранении боеспособности военно-воздушных сил. Именно по районам базирования авиации должны были наноситься первые атомные удары. Серии ядерных ударов, даже небольшой мощности, достаточно, чтобы разрушить всю аэродромную сеть и оставить страну без боевых самолетов. С полевых аэродромов и необорудованных площадок могли действовать только машины с вертикальным взлетом и посадкой. Идея создания такого летательного аппарата родилась давно и впервые была реализована в виде вертолета. Создание же самолета с аналогичными свойствами долгие годы задерживалось. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в конце 40-х, после появления турбореактивных двигателей. Однако от идей и стендовых моделей до реальной машины лежал путь длиной в два десятилетия. Первые самолеты этого класса были весьма несовершенны. Их уникальная способность вертикально взлетать и садиться достигалась за счет ухудшения других летно-технических данных. В итоге они значительно уступали обычным самолетам в скорости. Авиастроители Германии и Франции ограничились постройкой опытных экземпляров и дальше не пошли, посчитав это направление развития авиации абсолютно бесперспективным. Наибольших успехов в этой области добились англичане. Они создали истребитель «Хариар». Это был первый самолет с вертикальным взлетом и посадкой, запущенный в серийное производство. В Советском Союзе созданием такого летательного аппарата занялось КБ Александра Яковлева. На нашей фирме самолеты появились вертикальные тогда, когда в 61-м году наша делегация съездила на запад на выставку. И приехав, Александр Сергеевич вышел с предложением о создании самолета вертикального взлета и посадки. Никто из других генеральных конструкторов не брался за это делать. И Александр Сергеевич поручил группе инженеров создать такой самолет. Реализация идеи осложнялась требованиями военных. В составе Советского военно-морского флота еще не было авианесущих кораблей. В этой области Советский Союз серьезно проигрывал Соединенным Штатам. К 1961 году на вооружении военно-морских сил США было 11 ударных, а также несколько десятков легких и эскортных авианесущих кораблей. Тогда же на воду был спущен первый суперавианосец «Энтерпрайз» с ядерной двигательной установкой. Он стал самым большим боевым кораблем в мире. Его длина составляет 342,3 метра. Министерство обороны СССР нуждалось в боевом самолете с вертикальным взлетом и посадкой, пригодном для корабельного базирования. Форсированию работ в этом направлении придавалось важное военно-политическое значение. Создание советского истребителя-бомбардировщика с вертикальным взлетом и посадкой давало реальную возможность иметь мощный авианосный флот. Но с момента начала работ над машиной, получившей индекс Як-36, до ее первого взлета прошли три года. Первой проблемой стал выбор компоновочной схемы. У британского истребителя «Харриер» был один подъемно-маршевый турбореактивный двигатель с четырьмя поворотными соплами. В Яковлевском КБ пошли по другому пути. Два двигателя разместили в носовой части машины, а их сопла в районе центр тяжести. Это решение, принятое спустя 15 лет после появления первых отечественных реактивных истребителей, знаменовало возврат к реданной схеме. Первый полет Як-36 с вертикальным взлетом и посадкой состоялся 24 марта 1966 года. А в следующем году уникальный самолет был продемонстрирован тысячам зрителей во время воздушного парада на аэродроме в Домодедово. Як-36 — одноместный истребитель-бомбардировщик с вертикальным взлетом и посадкой. Двигатели — два турбореактивных Р-27 тягой по 5000 килограммов. Размах крыла — 10 метров. Длина — 16,4 метра. Взлетная масса — 9400 килограммов. Максимальная скорость — 1100 километров в час. Дальность — 500 километров. Практический потолок — 11 тысяч метров. Вооружение — управляемые ракеты, неуправляемые ракеты, бомбы. Сразу же после успешного окончания испытаний летом 1967 года началась работа по превращению экспериментального Як-36 в полноценную боевую машину. Но теперь ее компоновка радикально изменилась. В это время у нас в КБ зародилась другая схема самолета, трехдвигательного самолета с одним подъемным двигателем, то есть с двумя подъемными двигателями и с одним подъемным маршевым двигателем. Двигатели были взяты старые. Эта схема на сегодняшний день признана наилучшей схемой вертикально взлетающих самолетов. Таким образом, группа ведущих инженеров создала проект самолета. Спустя несколько лет появился легкий штурмовик, совершенно не похожий на свой прототип. Это была машина, предназначенная для авиационной поддержки боевых действий сухопутных войск в тактической и ближайшей оперативной глубине расположения противника, а также для уничтожения надводных кораблей и береговых объектов в морских операциях и ведения визуальной воздушной разведки. В 1974 году Як-36М совершил первую посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Москва». Три года спустя машина, получившая индекс Як-38, была принята на вооружение. Як-38. Легкий одноместный штурмовик с вертикальным взлетом и посадкой. Тип двигателей. Подъемно-маршевый Р-27В-300, тягой 6100 килограммов. Подъемная 2РД-36-35ФВР, тягой 3050 килограммов. Размах крыла 7 метров. Длина 16 метров. Взлетная масса 10300 килограммов. Максимальная скорость 1210 километров в час. Практическая дальность 680 километров. Практический потолок 11 тысяч метров. Вооружение. 23-мм двуствольная скорострельная пушка, управляемые ракеты, неуправляемые ракеты, бомбы. Принятый на вооружение в качестве палубного штурмовика Як-38, по замыслу своих создателей, мог использоваться для непосредственной поддержки сухопутных войск в самых разных условиях. В апреле 1980 года эскадрилья Як-38 была переброшена на аэродром Шинданд в северо-западном Афганистане. Цель – комплексное исследование боевой эффективности. Силами инженерного батальона в кратчайшие условия, в две недели, на ровном месте, в условиях высокогорья, жаркого климата, была построена металлическая ограниченная площадка. И самолет начал с нее выполнять боевые действия. Значит, вот эта концепция, которая заложена была в основе, в теоретических разработках этого самолета, была реализована не просто реализована, а в реальных боевых условиях. И самолет показал там себя с наилучшей стороны. Всего в течение полутора месяцев штурмовики Як-38 провели 107 боевых вылетов парами и в одиночку. Эксперимент был признан успешным. Полученный опыт использовался для повышения летно-тактических характеристик машины. За 15 лет серийного производства с 1974 по 1989 годы было построено более 230 штурмовиков Як-38 различных модификаций. Большинство из них базировались на авианесущих кораблях Советского военно-морского флота. Москва, Киев, Минск. В случае необходимости в качестве мини-авианосцев могли использоваться сухогрузы и контейнеровозы. В целом Як-38 дал богатейший опыт практической эксплуатации самолетов с вертикальным взлетом и посадкой. С наилучшей стороны зарекомендовала себя комплексная система аварийного покидания машины. По сравнению с другими самолетами и в нашей стране, и с заграничными вариантами, это единственный самолет в мире, у которого мы не знаем случаев, что при катапультировании летчик бы или серьезно травмировался, или погибал. То есть все случаи катапультирования с этого самолета, они происходили успешно. Больше того, на самолете реализована система так называемого автоматического катапультирования. В начале 90-х годов большинство авианесущих кораблей Киев, Минск, Новороссийск были выведены из боевого состава военно-морского флота. Позднее они были разрезаны на металлолом и проданы за рубеж. В связи с этим в 1991 году штурмовики Як-38 сначала были выведены в резерв, а затем сняты с вооружения. Самолеты, не выработавшие ресурс, находятся на консервации на базах хранения. Работа над штурмовиком Як-38 стала важной вехой в истории отечественной авиации. Полученный опыт был использован конструкторами при создании новой уникальной боевой машины. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok